всем привет мои дорогие зрители подписчики с вами сегодня светлана госпарович и добро пожаловать на мой канал дом творчества сегодня в этом плановом видео я хочу вам показать и рассказать о некоторых инструментах которые упростили мою творческую жизнь и сделали мою работу намного приятнее и быстрее и сейчас я начну и расскажу вам об одном инструменте который помогает нам поставить кнопки это кнопки для верхней одежды для курток для жакетиков их я заказала на алиэкспресс если вам интересно ссылку я оставлю под видео еще я заказывала как-то на алиэкспресс вот такие вот пробойнички они мне честно сказать не очень понравились они не пробивают ткань возможно они туповаты может быть если их заострить хотя на вид они вроде бы острые может быть для кожи они будут идеальные честно сказать я для кожи еще не пробовала поэтому пробойников у меня к сожалению нету до сих пор я знаю что можно заказать и ножницы может быть они будут и лучше служить и результат давать будут лучше если кстати вы знаете если у вас есть такие ножницы пробойники то обязательно напишите в комментариях дайте ссылку мне очень интересно ваше мнение и если вы уже заказывали их на алиэкспресс то тогда я обязательно пройду по этой ссылке и тоже себе закажу потому что мне такие ножнички уже необходимы значит я взяла просто сделала отверстие и теперь беру одну из деталей и будем ставить нашу кнопку первая деталь она такая выпуклая длинненькая . для нее мы проделали отверстие нашей ткани и теперь мы на нее оденем вторую деталь нашей кнопки она будет уже тоже выпуклая но чуть-чуть поменьше и используя специальную такую болванку мы подбираем ее по размеру наши вот это вот маленькой выпуклой кнопочки чтобы она подходила идеально и кстати вот на этих вот штучках на этих болваночках написано размер и по такому же размеру вот у меня получился 835 и находим вторую вторую болваночку уже которая будет чуть-чуть заостренная тоже ищем 835 номер он нам нужен чтобы поставить вторую часть нашей кнопки когда мы все нашли берем нашу болваночку и используем колодочку такую маленькую металлическую она тоже входит в набор кладем на нее наши кнопочки просовываем эти кнопочки в болванку и хорошенечко бьем молотком таким образом вот эта вот кнопка которая имеет облинную пимпочку она расплющится нашей маленькой кнопочки будет очень хорошо крепко держать все отлично у нас готова следующим этапом мы делаем вторую часть наши кнопки для этого в колодку переворачиваем берем собираем наши кнопки вот они прям так даже остренькую часть мы вставляем нашу выпуклую кнопку лапка которую вы видите это будет на лицевой стороне нашей курт и теперь мы вставляем ровненько вот по размеру смотрите очень аккуратно чтобы нигде ничего не было перекошено и вставляем вот эту острую часть и опять со всей силы бьем молотком отлично все вот таким вот образом наши кнопки готовы получилось очень хорошо прочно и не заняло совсем немного времени дальше что я вам хочу показать если нам нужны кнопки для легкой одежды тогда конечно вот мы возьмем другие кнопки они будут поменьше и будем мы их ставить с помощью также специального пресса для этого нам понадобится две детали вот с такими вот шипами и одна деталь с таким носиком и 2 она такая будто выпуклая туда будет вставляться на сносит кнопки берем нашу деталь шипами вставляем ее наш вот этот вот пресс до такой а вторую деталь уже с носиком мы вставляем во вторую часть нашего пресса и зажимаем ткань между ними таким образом у нас получается кнопку вторую часть кнопки мы сделаем по такому же принципу отлично вот таких вот несколько инструментов которые я использую чтобы поставить кнопки это лишь еще я хотела бы рассказать вам одной важной вещи которая помогла мне и облегчила мою жизнь это вот такой вот маркер который растворяется в воде я вот так же заказала была на алиэкспресс вот смотрите очень интересно даже когда вот вам нужно сделать какую-то вышивку вы рисуете намечаете ну а потом эти же следы нужно убрать заберете вот так вот пальчиком взяли намочили ткань и все этот маркер исчез я знаю что есть такие еще маркеры если вам интересно которые исчезают со временем тоже очень удобно но смотря для каких целей вы используете если вы планируете там долго выше вышивать да и тут раз прошло время и он исчез то это не очень подходящая вещь будет для вас кстати у меня сейчас идет конкурс и один из подарков будет именно такой маркер так что если вы еще не участвуете в данном конкурсе заходите ссылку вы видите в подсказках заходите на это видео конкурса изучайте условия и обязательно участвуйте потому что подарок но просто бесценный и очень нужный я с вами хочу поделиться еще одним приспособлением это мини гладильная доска вы знаете может быть вы тоже с этим сталкивались когда нужно просто продублировать маленькую детальку и для этого нужно было раскладывать целую здоровую доску конечно меня это раздражало это занимало очень много времени согласитесь может у вас тоже такое было я думаю что это такое было и вот я попросила мужа чтобы он мне просто взял с фанеры вырезал кусок наподобие гладильной доски сделал один край закругленный второй край чуть-чуть заостренный не знаю для чего но может быть он мне когда-то пригодится и теперь давайте мы с вами приведем ее в порядок возможно это тоже для вас будет полезным и пригодится поэтому я сейчас возьму ткань которую когда-то я для чего-то использовала на меня осталось вырежу чуть больше нашей гладильной доски с этой ткани деталь и возьму вот такой вот инструмент еще и при собачи с помощью его нашу ткань гладильной доски кстати по этому поводу мне вспомнился очень интересный анекдот собирается купец за три моря спрашивает своих дочерей каких гостинцев привезти вам дочери мои любезные привези мне батюшка лекала молвила старшая доктора что ли да нет батюшка лекала овала чтобы рисовать и линейку логарифмическую на сколько сантиметр дочь без разницы батюшка запомнишь ли запомню старшенькая а тебе что привезти средняя дочь моя а мне батюшка тестер привези хлеб до сухаря дожаривать чтобы да не тостер батюшка тестер прибор такой измерительные с концами чтобы зажимами в чехольчики чтобы до килоома чтобы и электронный не бери старый хочу привычный он мне ах вздохнул отец а тебе что привезти младшенькая а мне батюшка привези станок фрезерный а еще электролобзик болгарку перфоратор бошевский и электросварку компактную а электродов не вези батюшка тут настройки на тырю вашу мать закручинился отец вы же женщины вы жена выданье фиг вам они электролобзик тебе помаду тебе помаду а тебе младшенька помаду лак для ногтей и журнал космополитом и пока меня не будет чтобы вышивали крестиком ясно заборы не строить канавы не копать дрова не рубить даже бог дочерей отлично все мы все закрепили с этим степлером справились было сложно он такой тяжелый надо сильно много сил приложить дальше когда мы это все сделали мы берем ткань к которой мы сделаем чехол для нашей мини-гладильной доски сделаем припуски для неё будут они у меня по 10 сантиметров я делаю сразу больше потому что ткань как правило она себя немного ведет таким образом что она даст усадку после стирки может чехол есть поэтому чтобы у меня такого не было я лучше дам сразу больше припуск и будем выкраивать стать насчет припуска вот и еще одна вещь которая попросила своего мужа спасибо ему вообще молодец это сделать за такое вот лекала но очень удобно если вы кроите да и нужно сделать припуски то постоянно используя линейку не очень удобно если линейка еще длинная она постоянно мешает путается и вот попросила сделать лекала с такими разными краями до один край у меня один сантиметр то есть я знаю что это будет припуск один сантиметр просто беру прикладываю все потом полтора сантиметра 23 сантиметра так что очень удобная вещь если кто-то хочет себе такую лекала обращайтесь заказывайте и второе лекала это лекала уже для построения проймы горлок тоже очень хорошую удобная вещь и так всем берем выкраиваем значит 10 сантиметров припуск отлично все мы выкроили и теперь нам нужно обработать наши резы значит можно взять просто подогнуть сделать шов подгибку получится такая кулисочка куда мы потом просунем на шнур и затянем наш чехол а можно взять косую бейку мне кажется этот вариант будет намного удобнее потому что в моем чехле будут такие закругленные крылья и как правило их не очень хорошо обрабатывать просто швом подгибка не заламывается и получается не очень красиво поэтому я беру косую бейку просто обращиваем с нашим чехлом и дальше уже потом огибаем и настрачиваем на наш чехол сейчас в работе вы увидите как это будет выглядеть а я вообще очень рада получается красиво ровно просто супер эта доска теперь меня будет радовать очень долго и когда мы сделали мы теперь берем и вставляем шнур потом в то отверстие которое мы ставили обязательно ставьте отверстие чтобы мы могли потом вставить этот шнур шнур я взяла оранжевым потому что другого у меня в наличии не было и просовываем его теперь берем нашу доску и надеваем наш чехол и плотненько-плотненько хорошенечко затягиваем все наш чехол готов он съемный его можно взять спокойно постирает даже просто взять поменять вот несколько таких инструментов которые я использую в своем творчестве в своем рукоделии надеюсь вам понравилось данное видео что-то вы взяли для себя полезное и интересное ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами была Светлана Гаспарович до новых встреч друзья пока пока